привет всем народ сегодня будем делать восстанавливать датчик шестого или первого цилиндра бмв мотором 20 не знаю еще вроде бы на м40 говорят такой датчик стоит и вроде бы на м30 утверждать не буду на м20 стоит вот такой датчик это ферритовое кольцо красного цвета насколько мне известно цвет означает проницаемость это надо по таблице смотреть просто ферритовое колечко и на него намотана 4 витка провода провода я тут кусочки пособрал вместе и у меня получилась длина почти 9 сантиметров будем брать грубо 9 я нашел такой же кусочек провода чуть потолще это не страшно кусочек я взял намного длиннее с запасом помотать мы все не будем также я припаяю гибкие выводы сделаю четыре витка можно 4 с половиной на всякий случай от воды потому что вибрация все-таки может отвалиться и мне тут повезло хотя можете не повезло провод достался уже чикнут и то есть он был спарен и вот здесь вот я нашел место где его чикали не обращал внимание взял полностью комплект бушный но в хорошем состоянии и не обратил внимание что провод резали видно чтобы установить датчик хотел уже разбирать со стороны свечи тут принципе довольно сложно но разобрать можно вытащить провод чтобы снять датчик оказалось есть соединение я тут распаял вытащил кольцо срезал пластмасску острым ножом сердцевинку просто высверлил здесь мы конечно частично посыпалась но я буду мотать на ту часть где у нас изоляция сохранилась покрытие и буду фиксировать клеем клей акфикс в общем он как супер клей и по запаху такой же едкий его наносишь потом пшикаешь аэрозолью и отвердителем он мгновенно застывает здесь делаю также сейчас буду все по порядку показывать и потом соединю так как провод у нас не пробивал в этом месте машина работала ровно без перебоев то этот же провод и оставим моем случае это на шестом цилиндре также его иногда ставит на первый цилиндр либо шестой либо первый по форумам полазил многие говорят что он не влияет на работу кто-то говорит что на литр больше будет жрать бензина потому что форсунки будет не отдельно работать а все параллельно лить кто-то говорил вообще никакой разницы нету некоторые жаловались что машина с перебоями работает но раз этот датчик должен быть на проводе значит он у нас будет на проводе смотрите как я сделал припаял провод термоусадку и и одел после чего начинаю мотать провод надо наматывать таким образом пропускать через кольцо чтобы не было никаких изгибов резких и виток к витку укладываем на сердечнике опять же на ту драйв на форуме многие люди пишут что данный датчик стоит просто космос больше 100 долларов это просто датчик я не вижу никаких проблем в том чтобы взять и сделать его самому так как у нас провод чуть-чуть толще я сделаю не 4 а 5 витков таким образом уже восстанавливал датчик на м20 б-25 для машины е-30 именно таким же способом я это делал по словам владельца никаких ошибок обнаружено не было машина прекрасно работает все сейчас я тут откусываю кусочек зачищаю эмаль припаиваю также провод надевая еще одну общую термоусадку после чего это колечко надо будет или покрасить или покрыть также клеем просушить надеть и зафиксировать на высоковольтном проводе на самом деле датчик цилиндра первого или шестого очень примитивен тут ровным счетом ничего сложного нету ферритовое кольцо несколько витков провода все все я припаял второй вывод одевая термоусадку прогрея сейчас и поверх этих двух термоусадок одену еще одну быть и два провода держались вместе теперь еще один момент так как подключение идет к корнированному проводу чтобы не было никаких посторонних наводок вот эти выводы надо сделать максимально короткими и припаиваться кранированным кабелем как можно ближе к кольцу чтобы датчик работал корректно вот ребят датчик отдел его кто-то устанавливает поближе к трамблеру кто-то поближе к свече но судя по длине провода ближе лучше к трамблеру и чтобы его зафиксировать достаточно намотать изоленту одеть его плотно капнуть клей и сверху одеть большую термоусадку или также замотать изолентой и зафиксировать чтобы он не болтался такой простой ремонт датчика кто-то хочет купить новый это на здоровье кому-то интереснее сделать самому что тоже неплохо на этом пока все кому понравилось пальцы вверх кому нет пальца вниз также пишите комментарии за какую цену вы видели новые такие датчики продаются они или нет а просто этим еще не интересовался не знаю по идее должны быть и на каких моторах они стоят потому что также я еще не искал информацию по поводу того есть ли на м30 и на других моторах кроме м20 тоже будет интересно но на этом пока все скоро увидимся пока 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 пока